Всем привет! С вами КокодаЧел, и я рад встретить вас на втором выпуске Раскопок. Сегодня мы посмотрим на игру под названием О. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-ох. Так, это будет довольно интересно. Так что, давайте сделаем небольшое иерическое отступление. Разработка игры – это долгий процесс, которым, если заниматься им в одиночестве, очень легко сойти с ума. Поэтому я всегда стараюсь окружить себя классными людьми, которые захотят заниматься этим вместе со мной. Будьте это команда Квас Чанг и я, Дю Хинджа, который, собственно, и закрыл, потому что один мед понял то, что я не должен тянуть за собой людей, у которых нет инициативы. Всё-таки у нас всех разные дороги, но я рад, что смогли пройти этот небольшой отрезок вместе. Сейчас же эту роль выполняете вы, так что запасайтесь вкусняшками, это будет долгое приключение. Ну а теперь давайте начнём. Черепок спокойно идёт по дороге, насвистывая мелодию. Вдруг с неба начали падать метеориты. Один из них упал на парня рядом с черепком. Он офигел. Из метеора вылезло странное существо. Черепок потыкал его ножом. А ему плевать было. Черепок решил пригласить его на работу. Оно согласилось. И теперь они разносят всяких лампами апокалипсиса, собирая кристаллы для этой черкой фигни. Но другая черная фигня пытается взять кристаллы первой. Эх, обожаю сюжет. Как бы... Блин, боже, почему я не реагирую? Эта игра была создана где-то в пятом классе и... А стоп, 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 стоп. Что я вам говорю, вы уже слышали, эрлическое отступление. Давайте я к делу. Наша основная цель сейчас это собрать кристаллы. По факту для предпочтения игры нужно всего лишь 50 штук. В самой же игре их где-то 70. Так что нас ждёт долгое переключение. Знаете, если честно, помню во время разработки постоянно было то, что, мол, лучше больше детализации, больше детализации, но как бы... Детализация есть, а она выглядит так абсолютно сейчас. Вы сами видите, эти кристаллы блестят и скачут. А ещё травка. Самое смешное то, что, кажется, это единственная игра, где трава так сделана. Что как бы большое упущение. Высокая трава. И, да, первая локация, это у нас такая цветочная паяга. Если честно, у меня такой сильный диссонанс. Как бы, с одной стороны, это та самая игра, в которой больше всего хотелось возвращаться, но с другой стороны, я тут почти всё помню. Как бы, уже никаких сюрпризов. Ну, точнее, был сюрприз, но чуть подальше. Знакомьтесь, это чёртик побольше. Что он делает? А, сейчас узнаете. Сначала так мне кажется, но это самый сильный артефакт в игре. Как бы... Бин. Только я могу использовать как бы, как своего паразит. Обожаю неожиданных боссов. Забравился на прото, подобрал цветочек, и вот тебе уже... Штучка, с которой ты никогда больше не встретишься. О, кстати, уже уже показал сюжетный артефакт. Он даёт самую поездную в этой игре функцию. Ускоряет немного. Среднейший уровень. Поезд. Небольшая вывеска с логом, которая нам не интересна. Как бы, это просто веселая игра, где маленький чёрный комочек бегает и собирает кристаллы. Она никак ни с чем не связана. И не обращайте меня на то, что у нас встретит там черепок на чайе и на прочий лох. Как бы, это всё совершенно нормально, обычные, старые. А это кого я обманываю? Конечно, тут есть огромный лох, который мне вам сейчас ей не рассказывать. Но вы же помните тот недоделённый хоррор, так ведь? Обожаю грыбы. Особенно думают о том, что когда-то в них находились живые существа, которые после ей расправились, превратились в лис, и сейчас они тут бегают. Но кристалл это всегда хорошо. Как бы вошел, превращайтесь, когда вы умрёте. Кости, мясо, негая плоть и маленькие сверхкающие ромбики. Хорошо же? Смерть, смерть, смерть. О, мужик. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Э, ладно. Я тут постою, окей. Может было бы посчитать, что это обожаю внезапных боссов, но это ни капли не внезапно. Зато он веселый, дядька. Говорю я о ужасающем подобии паука, который привьёт синий кислотой. Стоп, как, почему я сказал синий? Которая привьёт белой кислотой. Веселый, дядька. Наконец-то. Спустя столько времени. Вы тоже это видите? Деньги. Время новой локации. Теперь у нас есть цветочки. Цветочки. Ёлочки. Грибы. Не, грибы не нападают, но всё же. О! Знакомьтесь, это самый лучший враг в игре. Пинк. Это второй самый лучший враг в игре. Пинк. Господин программист, почему у меня врагает игра в пятилетней давности, которая выполнена на чёртовом гейммейкере в пиксельной бимэстетике? Знаете, я могу сказать про них раз гораздо больше интересных штучек. И, наверное, я вам покажу пачку зарисовок. И, как бы, я с одного стороны говорю про них больше интересных штучек. Но, с другой, я вам ещё половину не показать их самых интересных штучек, так что звучит, наверное, странно. Потому что этот замок почти полностью населён цветочками. Самое бесящее, наверное, то, как построен этот урень. Это постоянная... Не, вверх, вниз. Вниз, вверх. Как бы, извиняюсь за то, что мой голос звучит... Сегодня я насёлка хаотичная, но я просто могу сказать... Ай, ладно. Сейчас в 2 часа ночи кому интересно. Солнце уже встаёт. Эх, вот так и проходила моя жизнь. На улице рассвет. В окружении... Ой, сколько много друзей. А в реальности... Пьюх-пьюх, чёрный комочек. За этой штукой нам придётся вернуться. Но не сейчас. Харина. Чёрт у цветок. Это место меня бесит. Под названием, самое время потерять сильнейший артефакт в игре. В обмен на вот этот прямоугольный штука, похожий на планшет. Не, по факту это графический планшет, но всё же. Ура, мы оказались. Чёрт пойми где, подчёрт пойми где я понимаю перелокацию. Кстати, здесь всё это время был поиск, который позволил бы перейти с первой по третью. О, смотрите, осьминожка. Е-е-е, что это, пенёк? Мм, значёшки. Это какая-то часть луга? Факт того, что какой-то чёрт смотрит на лох, который сам же писал, говорит, это какая-то часть луга. До режима говорит о том, насколько он неинтересный. Я серьёзно, это всё цинизма. Только босс уже бесит. Не делайте из меня шашлык. Так, мы конечно можем пойти в этот уровень, но давайте сначала штучка, которая планшет. Относительно завершённые уровни, которые явно не предназначили того, чтобы вы в них сейчас заходили. Хотя сказать, обожаю сайт-квесты. Харсоветую бесполезы на данный момент. Чух. 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 Эх, ладно, наверное, я должен рассказать что-то побольше, но... Как это у меня сейчас называется? Факт-сервис, пасхалка, встреча с дворцом, один из креативных директоров, агася... Эх. Мм. Портайчик. Куда же он может везти? Обожаю страшные коридоры, похожие на замок, с очень фигово сделанными скриетами. Ой, да вы посмотрите, кто это. Сильно тебя жизнь искорячила. Кс-кс-кс-кс. Вия, помнишь меня? Эй, Вия, Вия Парадокс. Кс. Он злой. Хм. Всё, готово. Кс-кс. Как бы, да, место атмосферное, никак не подходящее по эстетике. А зато сейчас вы узнаете, какая у нас следующая локация. Ну, вы, наверное, уже сами догадались. Сначала у нас была цветочная паяна, потом у нас была заброшенная фабрика, потом есть. Теперь мы отправляемся в ад. Вот и она, наша задача. Найти четыре печати. Где же они находятся? Ох. Эй, серьёзно, ат, это худшая локация, потому что тут банально нечего делать. И поэтому веду вас въезд, в котором ничего нету. Эх, и, конечно же, тут есть ещё одна тупая пасхалка, которую я сейчас вам попытаюсь показать. Уху, пасхалка. Давайте теперь за печатями. Ну, точнее, мы могли быть за печатями, но тут ещё есть одна важная, очень-очень важная вещь, которую нужно здесь сделать. Ты знаешь, страшила. Мне нужно только одна вещь от жизни, чай с баранками. Не смотри, так чё было, из-за тебя я случайно съел чай с баранками. Важный и интересный лох. Пёка. И да, добро пожаловать в поместье Моха. Моё сенький уровень, который в концертах выйдет гораздо больше. Пёк. Привет, парень, которого мы никогда не встречали. Что ещё нужно человеку для жизни? И в этом случае вся некая смерть. Четыре пустых комнаты. И да, специальная информация, четвёртой печати у войны нету, войну мы не встретим. Если кому-то интересно, как она выйдет, то, во-первых, какого чё-то вам не интересно, а во-вторых, чух. Ммм, кайзей. Тут можно было бы схожаться с цветочком, но нас это не интересует. Как бы нас никто из них не интересует. Я бы сказал, что нас интересует эта дверь. Потому что нас интересует эта дверь. Давайте, покажите всю свою силу. Очень сложный босс. И вот, казалось бы, я хотел... Наверное, я должен сделать что-то из разряда чух. Посмотрите на то, какие боссы могли бы быть в Кайзее. Но это был бы небольшой спорик, потому что Кайзей ещё не кончился. Ой, да вы посмотрите, кто вернулся. Внезапно, несмотря на всё, завоеватель, тот самый, который теперь завоевает, а не тёмная материя. И вот, казалось бы, самое время выйти из Кайзея, но... Тут есть ворота. А если есть ворота, значит можно выйти сюда. Эй, люди из будущего. Я ставил музыку... Да только не ты, то... Мне прошло несколько секунд. Тут трупы ездят из-за тебя. Тебе не стыдно? Мы сражались несколько минут назад, чтобы ты внезапно вернулся. Бяка ты. Я хотел спросить. Я здесь будущее. Я поставил уже нормальную музыку на запись. Ну, в монтаже. Ой, да вы посмотрите, кто вернулся с новым телом. Почему я не могу просто взять и вернуться с новым телом? Почему я должен быть чёртовым комком, а ты превращаешься в шахматную фигуру? Я злюсь. Я очень злюсь. Провица. Пути-пути-пути-пу. И помните, я жарился на тот самый чёртов комок, а он с шахматной фигурой. Ну так вот. Та-дам! Теперь мы тоже жарматная фигура. И, раз уж все печати собраны, можем после столько времени наконец-то выбраться из ада. Чтобы выбраться из ада, нужно пройти дворец сатаны, который чёртов лабиринт. Привет, Юсе. Ммм. И что же будет дальше? Узнаете, когда я поспью. Под названием Ура! Новая локация. Теперь всё сахарно. И под сахарной имеется в виду кофе. Если мне что-то не нравится в этой игре, то это то, насколько тут локации бывают контрастными. А с вами вот этот переход. Цветы. Фабрика. Есть ад, в котором отвратительное место, зато сейчас очень даже миленько. Пожалуйста, вернись в ад. И, наконец, мы переходим в последнюю локацию. Также давайте покажу вам последние зарисовки к ней. Чух. Ну, пожалуй, в лунный замок. Или кошмарный замок, не помню. Но суть вы, наверное, догадались. Смесь так называемых эстетик наших главных злодеев. Завоевателя и Парадокса. Где со стороны одного у нас чернила, с другого всевозможные замки и вот эти лунные лицари. О, сюжет. Они, похоже, не очень сильно дружат. Если начали появляться такие комнаты, значит игра скоро кончится. Ммм... Босс. Пьюх. 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 А! Ну, спасибо. Большое, как мне... Как мне тут туда добраться? Пьюх. О! Куда же мы попали? А попали мы в новую сюжетную вставку. Привет, парничья, которого мы больше никогда не увидим. Известно, этой игре не хватает возможности пропустить диалоги. Или хотя бы их адекватное исполнение. Ура, теперь мы знаем, почему нашел герой так золотой. Потому что он просто чертовая оборочка для вот этого дядьки. Новая форма? Ммм... О, нет. Чертвой сейчас будет лох. Я, если что, пью кофе перед финальной битвой. Не беспокойтесь, это будет долго. И вот, что же нас ждет. Что это в заготовье? Чертого слияния. Нет, как бы очевидно, если эти черные штуки могли залезать в тело других существ, то почему парадокс не может просто залезть в тело завоевать ее. Чтобы у нас получился хиппи в халате. Пьюх. Ммм... Западный переход в угловую локацию. Вот нельзя было сделать финал босса с одной фазой. Угу, давай покончим с этим. А конец-то. В общем, наша штука. Когда уже титры. Что ж, это и было. Конец, это лишь начало. Относите небольшая. Игроплатформер, персонажи из которых вам еще много раз встретятся. Сейчас же меня интересует небольшая идеема. Под названием «Как я узнал, у меня в шестом классе, можно сказать, две игры разрабатывались параллельно». И мне интересно узнать, какую из них вы бы хотели, чтобы я показал первой. Подробнее в ссылке в описании. А сейчас на этом все. Спасибо за просмотр.